Региональный конкурс «Профессиональный юрист», организованный по инициативе компании «Ваш консультант», прошёл в Севастополе уже в шестой раз. В этот раз в нём приняли участие 126 как начинающих, так и уже практикующих специалистов в сфере юриспруденции. Конкурсанты демонстрировали профессиональное мастерство в трёх номинациях – государственно-правовой, гражданской и уголовно-правовой. Наши участники могут принимать участие сразу в двух конкурсах – и в Севастопольском, и в конкурсе «Профессиональный юрист Республики Крым». Мы не ограничим участие, это связано с тем, что состав жюри у нас разный, и, соответственно, вопросы и задания, они отличаются. На первом этапе все зарегистрировавшиеся участники заочно отвечали на вопросы ТЭСа, а пройдя отбор во втором и третьем турах, должны были предложить свои решения практических юридических задач. Уровень подготовки самых юных юристов приятно удивил жюри. Студенты, начиная даже с первого курса, показали себя действительно профессионально. То есть настолько нестандартные решения задачи они предлагали. Они показывали высокий уровень знаний, именно знания в области права. Порой даже предлагались такие решения, о которых жюри даже не задумывалось. А когда участник конкурса предлагал рассмотреть в таком направлении развитие событий по задаче, то, конечно, это не то, что удивляло, это восхищало. Первокурсник Николай Володькин занял первое место в номинации по гражданскому праву. Студент Крымского вуза уже успел определиться со своей специализацией – арбитраж. Давний интерес к этой сфере права и помог ему предложить лучшее решение проблемного вопроса в третьем туре. Посоветовали студенты, те, которые уже участвовали, им понравилось. Ну, захотелось тоже попробовать. Во всяком случае, попробовать что-то не просто из теории, а из практики. Да, поскольку конкурс все-таки практикоориентированный. Оно называется таким словом иностранным красивым – литигация, судебное представительство. То, что на данный момент, наверное, больше всего привлекает в практической юриспруденции. А вот Ирина Хмель принимает участие в юридическом конкурсе не первый раз. Девушка уже пробовала свои силы в профессиональном юристе Республики Крым. И в Севастополе не осталось без заслуженной награды. В целом, вот хочу отметить, что понравилось именно в конкурсе в Севастополе. Это интересное задание. То есть на втором туре у нас было четыре задачи. И очень такие, вроде бы на первый взгляд, простые. Можно решить в одно слово, но в каждой задаче есть какая-то загвоздка, какой-то подвох, где стоит все-таки больше где-то уделить внимание. Победители конкурса получили дипломы и приятные подарки от организаторов, путевки в СПА и отели полуострова. Партнеры мероприятия, адвокатская палата и прокуратура нашего города дополнительно отметили наиболее ярких конкурсантов. А само участие в профессиональном юристе можно будет засчитать в качестве курсов повышения квалификации. Полина Галушка, Денис Александрович, Севанформбюро.